Гаррис опережает Трампа сейчас, по крайней мере, в шести ключевых штатах. Некоторое время оба кандидата шли просто ноздря в ноздрю. Сейчас Гаррис вырвалась вперёд. Как вы считаете, в связи с чем произошёл вот этот вот рывок? Ну, мы видели, как в последние где-то полтора месяца мнения насчёт Гарриса абсолютно изменяются среди американцев. Чем больше люди о ней узнают, тем больше она им нравится. Что, в общем-то, это даже чуть ли не уникально. Нет, честно говоря, я думаю, что это и есть уникально в истории американских выборов. Потому что мнения людей насчёт Гарриса изменились на плюс-минус 30 очков. И вот это просто никогда раньше не было. И я думаю, что это по некоторым причинам. Первое. Что люди о ней помнили, это то, что в 2019-2020 году у неё была компания, которая просто была абсолютно ужасная. Она себя показывала, как будто бы она была экстрим-левая. И американцы, в общем-то, не левый народ. Мы не левое общество. И вот когда она себя показывала, потому что она такая уж левая, это, конечно, людям это совсем не понравилось. А вот сейчас, на сегодняшней кампании, она наоборот. Она себя показывает как центрист, как кто-то, кто понимает важность американского народа, американской общины, американской экономики. Она себя показывает как капиталистом. Это раньше не было. Я думаю, что вот это как раз людям нравится. Более того, они всё-таки её сравнивают с Трампом. Трампу 78 лет. Камеле Харрис 59. Ну, разница просто очевидная, что вот она может очень способно говорить, а он просто не может уже. И, конечно, несколько недель назад мы видели на дебатах, как она, ну, напрочь его просто победила. Эти дебаты, они даже и не были близки. Это просто был абсолютный проигрыш для Трампа. Но я хочу вот тут одну вещь сказать, что вот мы не знаем, как это будет продолжаться. И выборы абсолютно ещё не решены. Более того, я бы даже сказал, что у Харриса есть преимущество, но это не огромное преимущество. Это, в общем-то, преимущество, ну, может быть, на 5, максимум 10 очков. В общем-то, я думаю, что это ближе к 5, чем к 10. Значит, эти выборы всё ещё могут измениться. Вот вы говорите, всё ещё может измениться. Как вы считаете, что Трампу нужно сделать для того, чтобы повернуть ситуацию в свою сторону? Он должен стать новым человеком. Это, конечно, не будет. Ну, смотрите, значит, всё-таки народ не совсем забыл, кто Камела была в 19-20 году. Трамп должен людей напомнить то, что вот тогда она говорила. Трамп должен показать, что он сам не сумасшедший. И чем больше он будет говорить то, что люди в Огайо кушают собак и кошек, так, извини меня, он не выглядит, как нормальный трезвый человек. Он выглядит, как вот какой-то 78-летний дед, который не знает, что случается. И, значит, для него это, в общем-то, очень плохо. К сожалению, для него, я думаю, что он измениться не сумеет. Его компания старается. Вот она старается там что-то изменить, его уговорить по-другому, чтобы он по-другому себя вёл, чтобы он не говорил, что Камела сумасшедшая, потому что, неудивительно, женщинам это не нравится, когда мужчина говорит, что вот они все сумасшедшие, можно игнорировать и так далее. А вот буквально вчера, я думаю, как раз Трамп так и высказался. Он сказал, что Байден стал больным, а Камела так родилась. И, конечно, люди на это очень негативно реагируют. Была возможность, вот там была возможность, и Камела согласилась к вторым дебатам, но трамповская компания, конечно, отказалась, потому что они видели, что случилось в первый раз, и они не готовы рисковать это опять на второй раз. Значит, к сожалению, для него те вещи, которые он должен был бы сделать, чтобы изменить эту компанию, я не думаю, что он готов на это. И, значит, я думаю, что эти выборы в этом смысле будут продолжаться. Что мы не знаем, это, опять же, что может случиться, что будет в экономике, что будет во внешней политике, будет ли дальше война на Ближнем Востоке. Все это может изменить эти выборы. И то, что вот Камела сейчас опереждает Трампа вот в этих шести штатах, опять же, это всего лишь на несколько очков. Если одна вещь так немножко в этом смысле изменится, то и выборы тоже могут в этом смысле измениться. А вот вы заговорили о войне на Ближнем Востоке. Вы имеете в виду, что симпатии могут перейти в одну или другую сторону того или иного кандидата в случае, если начнется полномасштабная война на Ближнем Востоке? Да, абсолютно. Люди, американцы не любят хаос. Ну, никто не любит хаос. И они всегда связывают тот хаос, который случается, с тем, кто в офисе. И сейчас Камела Харрис все-таки сидячий вице-президент. Значит, если на Ближнем Востоке будет полномасштабная война, то возможно, что люди свяжут это с ней, с Байденом. И Трамп сумеет сделать аргумент, что вот при нем эта война бы не случилась. Не важно, что у него нет никаких аргументов, как он бы ее избежал. Важно только, что люди будут связывать эту войну с Байденовской администрацией. И это, конечно, для Камела будет большая проблема. Да, на самом деле, по поводу Украины Трамп тоже высказывает подобные мысли, что действительно, если бы он был президентом, то этой войны, в принципе, не было. А еще он говорит о том, что когда он станет президентом, то, в принципе, он сможет решить российско-украинскую войну. Все эти кризисы, которые сейчас есть, он сможет решить достаточно быстро. И все же, вот все это время, все то время, что Владимир Зеленский был в Соединенных Штатах, у Дональда Трампа была такая риторика, не слишком поддерживающая украинскую администрацию. Вот как вы считаете, все-таки, есть ли угроза для Украины в случае, если Дональд Трамп выиграет, или же наоборот, это может быть для нас шанс разрешить российско-украинскую войну быстро, и самое главное, на украинских условиях? Да, конечно, есть угроза. Угроза не только вам, угроза всему миру. Трамп все говорит, что он бы решил эту войну вот так, внезапно. Конечно, почему-то все забывают, что эта война не началась в 22-м году, эта война началась в 14-м году. Трамп был президент уже 4 года во время этой войны, и он, конечно, ничего не изменил. Более того, он использовал те оружия, которые Конгресс вам обещал, чтобы вам шантажировать и стараться заставить Зелинского дать ему какую-то грязь против Байдена. Значит, то, что Трамп говорит, что он бы решил эту войну немедленно, то, что всем было бы все хорошо, это, конечно, опять же, если так по прямой прямо говорить, это бред. Более того, угроза серьезная. С одной стороны, мы не знаем, что Трампа сделал. Возможно, кто-то бы что-то сумел бы шептать в его ухо, и это бы его переубедило. Мы видели, как он во время своего президентства хотел убрать ТикТок, ну, эту платформу онлайн. И потом, после того, как Конгресс так и проголосовал, чтобы ее убрать, Трамп, наоборот, сказал, что нет, он против, надо ТикТок защищать. Значит, мы видели, как он на 180 градусов изменился. Значит, сейчас, да, он выступает, его более даже опасно, его вице-президент выступает очень агрессивно против Украины. Его вице-президент несколько лет сказал, что ему просто наплевать на Украину, ему наплевать на кто выиграет и так далее. И Трамп, ну, даже недавно, до приезда Зелинского сказал, он издевался над Зелинским, говорил, что у него хорошие дружеские отношения с Путиным, и что, в общем, при нем это ничего бы не случилось. Опять же, это все слова на воздух. Единственное, я бы сказал, что может быть, могло бы случиться, единственная позитивная вещь, это если он станет президентом, и какой-то миллиардер или несколько миллиардеров бы с ним поговорили и старались бы его переубедить, то, что поддерживать Украину это в его личных интересах, то тогда, может быть, результат был бы другой. Потому что у Трампа нету никакой настоящей идеологии. Он не такой, как Мир Шаймер, который вот американский политолог, который выступает против Украины. У него есть такая вот серьезная идеология, спасибо которой он поддерживает Россию. У Трампа нету такой идеологии. Он поддерживает тех, которые его любят. Он делает то, что он считает в его личных интересах. Не в интересах в Соединенных Штатах, а в его личных интересах. Значит, если бы вот какой-то, может быть, либо украинский миллиардер, либо американский миллиардер поговорил бы с Трампом и объяснил бы ему, что поддерживать Украину это важно для его бизнеса или вот для того, что-то такое, то, может быть, это бы изменило его мнение. Но на сегодняшний день я вижу для Украины огромный риск, если Трамп станет президентом. Продолжение следует...